Три, два, один Поплодисменты Все, работаем Мотор погоня Мотор Самые важные вещи в нашей жизни Цели, мечты Они просты и банальны Наверное, в этом заключается вся сложность Я часто спрашиваю себя Счастлива ли я? Правильно ли я живу? На том ли я пути? На том ли я направлении? И мне кажется, что в такие моменты Личных откровений Лучше не усложнять поиск ответов Что важно? Важно стать и оставаться добрым человеком Важно правильно выбрать свой путь И быть компетентным, профессиональным в том деле Которым ты занимаешься Ну и в любовь Любовь, безусловно, важна Потому что любовь это самое важное, самое главное Счастливая жизнь, она без любви невозможна И несмотря, наверное, что для каждого человека Любовь это очень такая личная категория Зачастую от внешнего мира скрытая Это всегда проявляется так или иначе Неважно, сам ты осознаешь это или нет Вот для меня главным примером Такой классической, канонической жизни Наполненной любовью и гармонией Являются мои родители Я безгранично благодарна им за то, что я росла И воспитывалась в такой атмосфере Действительно наполненной, безграничной любовью Я всегда это чувствовала, я всегда это ощущала И это меня поддерживало Я и сегодня во многом на родителей опираюсь Потому что даже если от меня отвернется целый мир Мои родители и мой отец поддержат меня в любой ситуации Утро наше, как правило, начинается с приготовления мамой каши Искормление детей Доча, Жан, Апашуля, Адека Кушать пошлите завтракать, уже время Доча, сколько сегодня уроков? Ты нормально подготовилась? Спасибо А вы сейчас же мифы и легенды Древней Греции проходите, кажется Уже прошли? Ну давай, спроси, пап, спроси у нее что-нибудь С Майи, ну, конечно, непросто Вообще с женщинами непросто, наверное А с такой женщиной, как Майя, не проще еще больше Потому что Майя, она с самого детства Это и до сих пор, это Суакисн Коза, папина дочка Майин отец, мой тесть Он, конечно же, очень много любви в нее вложил Он очень, очень сильно ее любит И она его очень сильно любит Между ними вот такая вот, какая-то особенная связь Ну Майя, это моя дочь В тот момент, когда ее принесли мы с роддома Вот когда я ее в первый раз увидел И вот с того момента это действительно настоящая моя дочь Вот эта любовь, первое впечатление Ее взгляд такой осмысленный Большие распахнутые такие у нее были Тогда в детстве серые глаза, серые Когда мы ее принесли, она так везде Внимательно все смотрела Помнишь? А, о том, что она говорить стала Очень рано она стала разговаривать Очень рано Нет, если мы будем говорить, что во сколько Я думаю, что нам никто не поверит Тогда как-то видеокамер не было, не могли Это вот Восемь, в восемь, в девять Она очень рано стала разговаривать Очень рано Ходить еще не могла Но разговаривала очень рано В год она, конечно, Бородино у нас спокойно читала Да, да, да Все-таки я думаю, что мы ей уделяли в детстве, конечно Много внимания для нее, развития Майя для нее очень важно чувствовать себя любимой Для нее очень важно внимание Для нее очень важны и обязательные какие-то такие Я просто сам по себе человек не очень эмоциональный Для Майи очень важно выражение любви И она всегда на это очень реагирует, очень остро Очень чутко реагирует Все, есть мотор Как погодка моя? Ох, не при таких еще условиях работали Так что сейчас вообще можно сказать Полно комфортно, нормально Сейчас мы быстренько Отпишем наш слайд Нет-нет-нет-нет, стой прям Сначала же перекус Как ты хочешь Конечно не сначала Все, ай-нет-нет, давай Вы меня слушаете, но не смотрите на меня Правда, делайте то, что я хочу Детей подготовьте Вы можете взять книгу Сейчас в руки шестнадцать Исторический цикл документальных фильмов Тайны, судьбы, имена Это действительно очень выстраданный проект Потому что я долгие годы стучалась в закрытые двери разных каналов Руководство каналов считало, что научно-познавательный контент никому не интересен Дело в том, что мы слишком мало знаем о тех, чьими именами названы наши улицы И белых пятен в биографии жизни лидеров казахской интеллигенции Их по-прежнему очень много А это говорит о чем? Это говорит о наличии пробелов в истории всей страны В истории нации Ну, нужно эти пробелы убирать Но надо отдать должное агентству Хабар Что все-таки они наш проект взяли И мы очень стараемся, чтобы руководство канала, которое нам доверилось Никогда об этом не пожалело И чтобы зрители были довольны Чтобы им было интересно смотреть эту программу Потому что это действительно важно Как мои кроссовки сочетаются с платьем Это знаете, как в новостях порой До стола сидит очень презентабельно одетый ведущий А все, что ниже, как говорится, история умалчивает И на работе, и дома Практически всегда вместе Совместная работа, совместный бизнес Они, конечно же, не дают возможности нам Даже на какой-то период разъехаться Находиться где-то в рост Потому что всегда и в творчестве И решение каких-то административных вопросов Они, конечно же, требуют постоянного контакта 24 на 7 А во сколько у меня самолет получается В... 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 В 8 Значит, в 7 нам надо будет... Да, 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 в 6 встать В 6 встать Какой в 6 встать? Берега надо еще на вокзал отвозить к 5 часам На часах 2 4 минуты третьего Тот, кто думает, что моя жизнь Глошной фейерверк, гламур и удовольствие Сильно заблуждается У меня часто спрашивают Как я совмещаю семью и работу И как у меня хватает времени на детей И на прочее-прочее Я всегда отвечаю так, что просто посредством исключения из жизни всего остального Но есть у нас добрый джинн Добрая волшебница, которая с нами живет Это наша мама Мама моего супруга, Енешка моя Гульжихан Нуртаевна Которая в этом нас очень поддерживает И сильно нам помогает Она берет на себя и сбор детей И приготовление вместе с ними уроков И еще очень много Самых важных таких функций Вот, за что ей очень большое спасибо Кроме моей матери у меня никого нет И для меня это очень важно И я благодарен и моей, и своей матери Что вот они, наверное, во многом Благодаря их любви ко мне Их отношения ко мне Они вот смогли найти И каждый день находят И общий язык И работают над совершенствованием своих личных взаимоотношений Я считаю, что это, конечно же, большое счастье Но в первую очередь это большой труд И моей, и моей мамы За что я вот хочу сказать своим девочкам большое спасибо Это очень важно Когда Майя на съемках Я стараюсь ей предельно помогать во всем А в те дни, когда Майя свободна от съемок, от работы То тут я полностью передаю, как говорится, все в ее руки И она все сама Выполняет все эти обязанности сама И с этим успешно справляется У нас с ней нет никаких, как говорится Мы с ней негласно Не изговариваясь У нас уже так это заведено Для меня очень важно научить детей принимать решения Потому что если ты не умеешь принимать решения Ты не умеешь ничего Потому что можно сколько угодно мечтать, ставить какие-то цели Но самое главное просто найти в себе силы Поверить в себя и начать действовать Поэтому чем раньше ты научишься принимать решения Тем лучше Есть мнение, я с ним согласна, что девочки уже рождаются наполненными То есть если в мальчиков какие-то их важные жизненные ценности Ориентиры нужно закладывать, нужно взращивать в них все это То в девочках уже изначально от рождения все заложено Это и любовь, и забота, и склонность к самопожертвованию, и материнские инстинкты Задача родителей, получается, она проста и сложна одновременно Потому что она заключается в том, чтобы не испортить то, что уже заложено То есть не заменить то божественное, с чем ребенок пришел на свет На какие-то свои понимания, понятия этой жизни На какие-то собственные ориентиры, которые могут оказаться в итоге неправильными То есть главное в воспитании девочки, это, наверное, все-таки сделать так Чтобы она вот сохранилась, насколько можно в том виде, в каком ее задумала природа Сохранила в себе вот эту всю чистоту, красоту, любовь Мне кажется, что это правда Ну и девочки действительно во многом копируют поведение матери И правду говорят, что мама-сына Харапко знал Очень, очень с хорошей интонацией Ты же все-таки будущий режиссер В земле бежалась на маленькой Жил такой человек маленький Его область лужа помаленькая И очень маленький портфель Зарплату он получил маленькую И однажды прекрасным утром Постучалочкой к нему в окошко небольшая казачья война Автомат ему выдали маленький Сказку ему выдали маленькую Сапоги ему выдали маленькую И очень маленькую по размерам шинель Откровенно говоря, меня очень удручают тенденции развития Нашего отечественного ТВ Которая, как тот город контрастов Просто мотает из стороны в сторону От откровенной чернухи в новостях До бесконечной эйфории с песнями, плясками и концертами В погоне за рейтингами телевидение перестало просвещать и воспитывать Оно исключительно и только развлекает Но вот для этого ведь есть интернет В котором каждый может найти что-то для своего развлечения А телевидение это в первую очередь инструмент Который безусловно должен формировать идеологию В лучшем смысле этого слова, понимаете? И пропагандировать какие-то важные для всех нас ценности Это патриотизм, это мораль, это нравственность какая-то Мы должны это делать, пока эти слова не стали архаизмами, на мой взгляд Поэтому в этом смысле мне очень приятно, что я занимаюсь как раз-таки теми проектами Которые формируют сегодня нас, как казахстанцев Привет Все, мы почти готовы уже, спикеры? Да, спикеры готовы Сегодня мы будем говорить о финансах О том, как правильно и грамотно инвестировать деньги Биткоины, блокчейны Биткоины, то, что сейчас на слуху нужно, как мы говорим, да, человеческим языком рассказывать, что это такое Готовность подпроцентная, можем идти Начинаем, я желаю всем хорошего удовлетворения И напоминаю еще раз, от сотовых телефонов нужно отключить полностью сейчас сотовые телефоны Либо поставить лежит суток Все, работаем Мотор пока нет Мотор, запускай мотор Три, два Аплодисменты Ток-шоу «Давайте говорить» также выходит в эфир на телеканале Хабар И ток-шоу это, безусловно, самый сложный жанр Потому что не просто держать постоянный накал на съемочной площадке Под задориватели, наоборот Темы каждый день разные Сегодня это проблемы медицины Завтра реформы образования Послезавтра это развитие малого и среднего бизнеса Сегодня мы обсуждаем криптовалюту и все, что с ней связано То есть, если ты не в теме и ты ничего не знаешь, то никакого профессионального разговора не получится Ну а самое главное Ток-шоу это когда ты вот такой, какой ты есть Здесь ничего не приукрасишь Здесь нет закадрового текста Живые эмоции, которые ловит камера И если ты перед камерой не будешь самим собой Если ты будешь играть, то зритель сразу же эту фальшь почувствует Поэтому в ток-шоу, да собственно и вообще по жизни Самое главное это быть самим собой Самое главное жить в гармонии с собой Самое главное не врать ни себе, ни зрителям Не пытаться казаться лучше, чем ты есть Вот и весь секрет Ну стать журналистом я хотела всегда Со школы У нас в Восточном Казахстане была такая местная газета Достаточно популярная, называлась «Пульс времени» Еще будучи школьницей, лет с 13 я печаталась на ее страницах Какие-то свои стихи, какие-то свои заметки И мне казалось, что вот это как раз то, что мне нравится Чему я хочу свою жизнь посвятить К сожалению, казалось бы парадоксально, но на телевидении Далеко не всегда какая-то привлекательная внешность играет тебе на руку Почему? Потому что бытует стереотип И красивые женщины всегда отказывают в уме и таланте Всегда думают, что если она хороша собой, значит она беспросветно глупа Или стоит за ней какая-то мохнатая лапа Какой-то дяденька, агашка, который ее там каким-то образом ей помогает Ее направляет В этом смысле для меня всегда это все было абсолютно категорично Пусть длинный путь, пусть сложный путь Но только такой, без всяких агашек Без всего того, что может меня разрушать внутренне, как личность Для меня мир очень редко имеет серый цвет Он всегда или черный, или белый Иногда я думаю, наверное, в прошлой жизни я был каким-то мучеником Я, наверное, перенес какие-то жуткие страдания И вот в этой жизни Вселенная, Всевышняя, видимо, меня как-то решили вознаградить Послав мне такую спутницу, такую женщину, как Майя Послав мне ее любовь Не стоит думать, что мы идеальная пара Мы не идеальны Так же, как и все остальные люди Мы ссоримся, порой сильно Сами понимаете, с учетом того, что мы очень много времени проводим вместе И на работе, и дома Но мы учимся слышать друг друга, слушать друг друга А главное, мы понимаем, что у нас, знаете, есть такое понятие Эффективный брак Это когда люди вместе в союзе большего гораздо добиваются, чем по отдельности Так вот, мы садили вместе сила Начинали с нуля Я из тех женщин, которые все-таки выбирают сердцем И профессию, и друзей, и мужчину И всегда я понимала, что успех и материальный, и профессиональный Он никуда от меня не денется Я знала, что он в любом случае придет Я была готова работать для этого Но мне очень было важно Рядом с собой Иметь человека, с которым мне было бы интересно этот мир завоевывать Не того, кто все сделает за меня Ну и самое главное, то, что он мне, конечно, дает, это чувство, знаете, когда ты единственная Вот, безусловно, единственная Ни одного повода ревности за все годы, которые мы живем Это ноль вообще внимания на других женщин Это дает такой покой душе И на самом деле это огромное счастье, которым тоже не каждая женщина владеет и наделена Не знаю, как у него это получается Но я это безумно ценю Возможно, в этом есть и доля моей заслуги Потому что, понимая, что мужчина любит глазами Я, конечно, очень стараюсь Всегда выглядеть хорошо Заниматься спортом Быть ему интересной И, конечно, наполнять и украшать жизнь моего мужчины Так, как должна наполнять и украшать жизнь мужчины и его женщины Субтитры добавил DimaTorzok Признаться честно, я ненавижу спорт Еще с детства все, что касалось учебы, общественной жизни, каких-то выступлений, концертов Там я везде была первая Но когда касался вопрос спорта или каких-то соревнований Даже игр во дворе И раздавался вопрос, кто возьмет свою команду Бигбаеву Только не мы, только не мы Ну вот как-то не дружила я с детства со спортом И, собственно, сегодня любви не прибавилось То, что я хожу, занимаюсь, это исключительно производственная необходимость Если я не буду выносливой, если я не буду сильной Я никогда не потяну тот объем физической нагрузки Который вот мы на себя взяли Это поездки, это перелеты Это, ну, нужно быть сильным Вот и все Я крайне редкий посетитель каких-то гламурных мероприятий Каких-то таких больших тусовок Но сегодня исключение Я еду на президентскую елку На елку Акима На такой известный в нашем городе столичный бал Я все-таки очень люблю этот город Я люблю Астану Я люблю ее морозы Я люблю ее заснеженность Я люблю этот свежий воздух с Арарки Такой очень бодрящий Я люблю людей, которые здесь живут Каждый раз, когда я еду по этому городу По каким-то своим делам И любуюсь на красоты Которые вижу из окна Я каждый раз себе мысленно аплодирую И благодарю себя за то, что в далеком 2009 году Я не побоялась и приняла все-таки решение О переезде в Астану Не было у меня здесь жилья Ни родственников, ни друзей Никого не было Денег особо не было Было только большое желание Приехать, начать свою жизнь заново Чего-то добиться, достичь Амбиции были достаточно серьезные И желание работать Да-да-да, Леалюш, я подъезжаю тоже Пробка тут ужасная Ага, хорошо А Аслан там он тоже внутри, да? Все окей Я считаю, что город Это живое существо Которое живет Развивается Растет вместе со своими жителями Радуется вместе с ними Грустит вместе с ними И поэтому Какую энергию вы ему посылаете То он вам и возвращает Если вы любите свой город Если вы верите в него То он обязательно Даст вам шанс На осуществление Ваших самых смелых Идей и мечтаний Вот я тому Очень яркий пример Поэтому любите свой город Он вам обязательно Ответит взаимностью Какая большая мечта? Самая большая мечта? Ну не знаю Наверное мне бы очень хотелось Все-таки прожить свою жизнь В любви и по совести Мне бы очень хотелось Чтобы нашим казахстанским детям Было безопасно ходить на улице Чтобы мы не боялись Попасть в руки медиков Чтобы столкнувшись с несправедливостью Мы точно знали Что найдем правду в суде Чтобы мы видели В своих полицейских защиту Чтобы мы гордились Своими певцами И спортсменами И наверное знаете Чтобы каждый хотел Хоть что-то сделать Для своей родины Для своей страны Ну и знаете Наверное Чтобы мы Все стали Чуточку добрее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok